Сегодня наша тема посвящена отряду насекомых, которые именуют чешуи крылами. Ну, это, в принципе, бабочки, мотыльки, моли. Вот так можно обозначить. Достаточно обширная группа. Будем говорить о ее ареале распространения, о некоторых основных типологических особенностях. У нас сегодня в студии находится энтомолог Латвийского музея природы Николай Савенков. Добрый день. Добрый день. Хочу напомнить нашим слушателям. На сайте lr4.lv идет видеотрансляция. Там же есть кнопка «Написать в студию». Поэтому, соответственно, ваши вопросы уже прямо сейчас принимаются. Во второй части программы попробуем и телефон подключить. Ну, давайте сейчас пока виртуально общаться. Итак, lr4.lv. Написать в студию. Ждем ваших вопросов. Тема, я думаю, всем понятная и интересная. Николай, вы являетесь специалистом, действительно, по бабочкам. Почему вы решили выбрать именно этих животных как свой главный объект изучения? Ну, это случилось в глубоком детстве. Но дело в том, что меня всегда привлекало что-то многообразное. Это были вначале марки, это были монеты, это были вот такие вот подобные многочисленные объекты. А поскольку моя мама в то время, в далеких 60-х годах, работала в карантинной инспекции, то она имела вот такой случай приобщить меня к своей работе. Видимо, меня было не с кем оставить. И она меня взяла на обследование садов, где я ей помогал собирать насекомых. И вот это увлечение как-то очень меня затронуло, пронизало. Это было невероятно интересно. Я столкнулся совершенно новым миром, миром насекомых. И потом это постепенно стало хобби, а потом и перешло в профессию. То есть каждый энтомолог начинает со своей персональной коллекции собранных насекомых? Ну, у каждого энтомолога своя история, да. Не обязательно, что это происходит в 7 лет. Я знал хорошего уровня энтомологов, которые первые шаги как раз в этом сделали после 50 даже. И тоже достигли хороших результатов. Ну да, но здесь главное все-таки вот такое соприкосновение, работа, что называется, с материалом, который, безусловно, у нас богатый, а если мы говорим о бабочках, так тут вообще какое-то невероятное многообразие. Уже более 100 тысяч видов открыто, как я понимаю. Даже больше. Даже больше, да. Более 150. Да, более 150. Эта цифра весьма приблизительная, поскольку ни один специалист в мире не возьмется назвать это точное число. Оно вот, конечно, по такой очень примерной оценке. Ну, однако, фауну, многообразие бабочек Латвии можно оценить более точным числом. Это примерно 2600 видов. Ну, дело в том, наверное, что у нас меньше труднодоступных мест. Это никакие не тропические леса, где еще не ступала нога человека. И, соответственно, энтомолог может, наверное, туда ехать и открывать новые виды десятками. Да, там эта вероятность намного выше. И, тем не менее, хочу вот немножечко вас поправить. И в Латвии возможно описать новые виды, и на моей практике, вот как раз на моем счету, несколько новых для науки видов, описанных непосредственно из Латвии. Именно в Латвии. Это очень интересно, потому что одно дело, когда мы описываем новые виды для нашей территории, которые были раньше где-то замечены, ну, а другое действительно, когда сможем тоже куда-то забраться. Для этого не обязательно забираться, да. Ну, тут различные факторы. Надо иметь неплохой уровень, чтобы уметь опознать, что этот вид еще неизвестен науке, да. Они могут быть достаточно, быть около нас, да. Но мои виды, они такие, ну, не очень крупные, да, но тем не менее... Сколько вы видов открыли персонально? Ну, примерно я открыл сам лично, примерно 10 видов я описал, да. Некоторые еще ожидают своего подтверждения и будут описаны в будущем. Но непосредственно из Латвии я описал два новых вида для науки. Очень интересно. Давайте тогда немного о процедуре открытия нового вида расскажем, как это происходит. Ну, понятно, наверное, что сначала как-то находишь, потом, значит, фиксируешь. Наверное, приходится это животное, что называется, лишать жизни, сохранять в себе. Ну, в коллекции это предусматривает. Да, жесткий научный процесс, расскажите. Так, ну, мы, то есть, энтомологи, они постоянно в движении, постоянно нацелены на поиск каких-то материалов. И сбор материала – это, в общем-то, совершенно такой неотъемлемый процесс. Ну, зачем это нужно, да? Ну, во-первых, только в контакте с насекомым мы сможем описать его морфологию, да, его строение. Очень часто определить вид в природе невозможно. Это можно сделать только непосредственно по суперному экземпляру. Вот. Ну, я, может быть, не буду углубляться в детали, такие методики, да. Ну, в конце концов, материал собирается, используя различные методы. Один из основных методов – это сбор на свет, да. Ну, можно собирать, конечно, с очком, можно искать где-то сидящих насекомых, можно выращивать, кстати говоря, из гусениц. На свет, то есть ночью какой-то источник освещения, который привлекает их? Да, у нас есть специальные ловушки, специальные ловушки, с помощью которых мы привлекаем насекомых, а они очень активно идут на свет, мы их собираем, да, то, что интересно, то, что нужно, да, и вот эти насекомые потом попадают в коллекцию. Так в каком году вы свой первый вид открыли? Ну, непосредственно я его поймал в 83-м году, но потом это потребовало некоторого времени, чтобы я понял, что это действительно неописанный вид для науки, и непосредственно статья явилась в свет в 89-м году. 1989 год – это время описания этого вида. Как назвали? Как назвал, да. Человек, ученый, описывающий вид, он имеет право присвоить ему название. Ну, существуют разные подходы, да, можно там описать его какое-нибудь там яркое строение. Латинское название звучит так – Архимеэстия Ирины. И сейчас он называется Дриадаула Ирина, он переведен в другой род – Дриадаула Ирины. Почему Ирины? Я этот вид назвал в честь своей жены. Да, ну вот вы видите, да, то есть как энтомологи пользуются этим своим привилегированным положением первооткрывателей. Ну, здесь, да, есть нечто такое, вот как тоже астрономы звезды открывают. Вот на Земле мы тоже можем новые виды открыть и таким образом увековечить что-то важное лично для нас. Давайте тогда немного поговорим мы. Чешуи крылые. Да. В самом названии как бы заключается некоторый очень важный, наверное, морфологический признак, который отличает их от других насекомых, выделяет их. Собственно, давайте тогда о такой основной морфологии поговорим, чем они в первую очередь выделяются среди других представителей всего этого моря насекомых. Ну, на латыни отряд бабочек звучит как лепидоптера. В буквальном переводе это и означает чешуи крылые. Если вооружиться каким-то несложным оптическим прибором, то можно легко установить, что крылья бабочек покрыты микроскопическими, небольшими, но очень многочисленными чешуйками. Чешуйки имеют различные цвета, и вот комбинация этих чешуек на крыле как раз и обеспечивает вот такой разнообразный рисунок. По своему происхождению чешуйки являются видоизмененными волосками. Но они стали более короткими, более плоскими, и, образно говоря, они расположены на крыле, как черепица располагается на крыше. Ну вот, кстати, интересно, такой способ полета, которым они обладают, их строение, с одной стороны, выглядит, ну, что не самые выгодные, не должны быть они одним из наиболее процветающих групп насекомых. То есть есть те, кто вроде бы летают гораздо быстрее, выглядят более неуловимыми для хищников, например. А с чем вызвал успех тогда бабочек? Ну, видите, скорость полета, она обеспечивается необходимостью, определенной необходимостью. Чтобы быстро летать, это надо либо ускользать от кого-то, либо догонять. Поскольку бабочки являются растительноядными, а взрослые бабочки питаются нектаром, то, как правило, в общем-то, очень уж слишком быстро летать им не нужно. Хотя некоторые бабочки, а именно бражники, могут летать со скоростью до 60 км в час. И таким образом, среди летающих существ на Земле, они являются одними из самых быстрых. Как известно, все-таки самыми быстрыми являются летучие мыши, отдельные виды, птицы, например, сокол-сапсан, стрижи и стрекозы. Вот следующими как раз следуют бабочки, мухи. То есть они не такую плохую позицию. Не так, они весьма хорошие летуные. Но человек, который пытается догнать бабочку, вооружившись сачком, легко может в этом убедиться. То есть, по крайней мере, скорость полета бабочки очень часто превышает скорость быстро бегущего человека. Ну, надо врасплох заставать, что называется. Ну да, надо подождать момент, когда бабочка либо сядет на цветок, либо, скажем, будет пролетать мимо. То есть в поимке бабочек необходима определенная ловкость. Вот в этом отношении очень хороший метод на свет. Обманутые бабочки, они прилетают, и таким образом становится легкой добычей энтомолога. Да, точно. С другой стороны, если говорить вот о таких еще средствах, которые способствуют выживанию, тоже не совсем, наверное, способствует то, что вот все мы любим. Ну, как бабочки, яркий окрас бросается в глаза. Ну, казалось бы, такая тоже стратегия достаточно парадоксальная. Потому что, ну, обычно животные хотят слиться с окружающей средой. Некоторые бабочки это делают. Вот у них тоже, безусловно, они одни из главных мастеров мимикрии, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть такие прям яркие представители, почти с чем связанные. Ну, видите, дело в том, что у многих бабочки являются несъедобными для своих жертв. И, как правило, они отражены очень ярко. Хищники, они тоже у них, это мышление такое на уровне инстинктов, да. И поэтому, запомнив, что яркая бабочка является какой-нибудь там горькой, несъедобной, жгучей, там, колючей, все такое, они просто больше не будут трогать другие яркие виды. И вот таким образом эволюция пошла по тому направлению, что многие бабочки имеют яркую окраску, и съедобные, и несъедобные. То есть некоторые изображают, что они ядовиты, скажем так. Да, вот как раз это явление называется мимикрия. Ну, а другие пошли по-другому, выбрали другую стратегию, например, скрываться. Вот, например, многие бабочки-совки, например, ленточницы, у них окраска крыльев удивительно точно имитирует кору с лишайниками. И такая бабочка, всевшая на ствол дерева, действительно становится незаметной. Далее у них, как правило, задние крылья очень яркие. И если потенциальный хищник все-таки обнаружит такую бабочку, то резко взлетая, резко демонстрируя такие вот яркие пятна, они за счет элементов внезапности могут действительно этого хищника отпугнуть. Да, и кроме того, у некоторых, опять же, представителей чешуи крылых, на крыльях такой узор тоже есть, что они могут даже имитировать глаз хищника, например. То есть это вот тоже такая гонка вооружений получается эволюционная, когда друг с друга сбивают с толку. Да, да, да. Это касается и самих бабочек, это касается и гусениц. Вот многие гусеницы, они еще такими змееподобными движениями, они могут извиваться, у них глащатые пятна. Ну вот, такие вот вещи. Да, что ж, ну действительно, учитывая все это многообразие этого отряда, очевидно, что здесь нужно выбрать себе какую-то специализацию и вот в ней, так сказать, постигать, изучать и пытаться делать открытие, какую специализацию выбрали вы, с чем это связано? Ну, у меня самая любимая группа, это есть такие моли-чехлоноски, да. Ну, опять-таки, причина этого, они очень многочисленные и они очень малоизученные ввиду своего такого, ну, у них очень небольшие размеры. Невзрачность такой. Да, в какой-то степени невзрачности. Многие виды очень схожи, таким образом, там надо использовать другие критерии. Ну, короче, это уже дебри нашей специализации, да. Ну, вот мой выбор моли-чехлоноски. Да, вот тогда давайте об этом и поговорим. Все-таки, действительно, чешуи-крылые, это же не только бабочки, там есть моли, мотыльки. То есть, вот разница, в чем разница между молью, бабочкой и мотыльком? Есть она, насколько она существенна? Собственно, почти отличия нет. Это всего лишь такие вот народные названия. Ну, как правильно, молями называют более мелких представителей, мотыльков называют небольших дневных бабочек. То есть, там нет никакой эволюционной обусловленности, родственности у этих групп. Это условные, ненаучные названия. Да. То есть, на самом деле, вот есть чешуи-крылые, а у них уже есть там свои группы, которые научные, вот, и тогда, соответственно, в них могут входить и бабочки, и моли, например. Ну, бабочки, они все бабочки, да, но научное подразделение, отряд бабочек подразделяется на семейства. Мы знаем, вот есть из дневных бабочек семейства белянки, парусники, голубянки, бархатницы. Из ночных это самые известные совки, бражники, пядяница и так далее. Да, кроме того, действительно, размеры варьируются очень сильно. Ну, наверное, для насекомых, ну, это достаточно впечатляет, когда у нас есть представители, у которых размах крыльев может достигать 25 сантиметров. От чего зависит размер, как вот, расскажите, пожалуйста, и о представителях каких-то, да, ну, гигантах, наверное, всем это всегда интересно тоже. Давайте поговорим. Ну, размер бабочек, ну, если взять мировые масштабы, варьирует очень сильно. Самая большая бабочка мира традиционно считается совка Агриппина. Размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. Вот, на втором месте традиционно считается Сатурни Атлас. У нее размах крыльев примерно 25-26 сантиметров. Но она является обладательницей самой большой площади крыла. Ну, если мы пойдем по лесу другому, то самыми мелкими бабочками являются моли-малютки. Какой именно из них вид является самым мелким, сказать трудно, Но, во всяком случае, размах крыльев таких малышек может достигать всего лишь 3 миллиметров. А мы их невооруженным взглядом можем увидеть? Их можно увидеть, да, но практически люди с ними не сталкиваются. Да, даже вот я в погоне за бабочками, моли-малютки является наиболее такой сложной группой для меня. Их очень трудно увидеть вот как бабочек, да. Поэтому для коллекции мы их обычно выращиваем из гусениц. Найти гусениц, их повреждения, они намного более легко обнаруживаются. Вот, 3 миллиметра. И примерно вот такая бабочка живет и в Латвии. То есть в Латвии живет самая мелкая бабочка мира. Ну, а Сатурния Атлас... Самая крупная, это, наверное, все-таки поежнее, чем... Совка Агриппина живет от Мексики до Бразилии, в Центральной Америке. А Сатурния Атлас – это обитатель Юго-Восточной Азии. Но эта бабочка очень легко поддается разведению в неволе. И поэтому ее обычно держат, выращивают очень многие любители. Это один из самых обычных объектов домов бабочек, где демонстрируют живых бабочек. И наш дом бабочек, который находится в Риге, на территории Ботанического сада, не является исключением. Периодически посетителям демонстрируется Сатурния Атлас. Да, так что все можно увидеть, находясь в Латвии, воочию. Да, да, вот с февраля этот дом бабочек будет открыт, и тогда посетители могут увидеть много замечательных таких крупных, красивых, тропических бабочек, да, вот воочию. Да, ну что ж, действительно стоит призвать это сделать. Наверное, это такое, ну да, впечатляющее зрелище собой представляет. Да, я там был раза, наверное, два или три, хотя меня, в общем-то, бабочками не удивить, но там, я скажу честно, я получил удовольствие. Это замечательное такое мероприятие. Да, и с другой стороны, если мы говорим о бареале распространения, то это действительно очень широко. На всех континентах у нас есть чешуи крылые, ну, кроме Антарктиды. Ну, обобщая так это все сказанное, можно сказать, что бабочки обитают почти повсеместно, где встречаются какие-либо растения. Потому что подавляющее большинство бабочек – это фитофаги, а говоря нормально человеческим языком, они используют, вернее, гусеницы, используют именно растения. С уверенностью пока можно сказать, что бабочки отсутствуют только на Антарктическом континенте. Даже на многих океанических островах, где очень суровый климат, но есть хоть какие-то растения, хоть какие-то отдельные виды бабочек встречаются. Один из таких примеров – остров Шпицбергенг, в котором лето длится всего лишь три недели. И за эти три недели они просыпаются из спячки? Они улыбляются из куколок. Там виды, которые как раз имеют тот же цикл развития, как и у нас. Единственный факт, что им одного сезона не хватает. И гусеницы обычно могут развиваться несколько лет. Ну, кстати, вот если мы уже об этом у нас и зашла речь, я напоминаю, что энтомолог Музея природы Николай Савенков у нас в гостях. Говорим мы о бабочках. И действительно важная тема размножения и тоже важные характерные особенности. Не все насекомые проходят через жизненный цикл, который включает четыре фазы, так называемые, полный. То есть в этом смысле мы можем говорить, что на самом деле это животные достаточно, ну, вот по линии насекомых хорошо развитые. То есть вот или нет. Вот мне как бы специалист головой качает и говорит, что нет, не совсем так. Ну, тогда, пожалуйста, расскажите. Ну, не всем насекомым характерно это развитие в четыре фазы. Конечно, количество фаз это не говорит о прогрессе насекомых, да, просто у них есть две линии основные, и в них в каждой есть более прогрессивные группы и менее прогрессивные группы. Бабочки относятся к насекомым с полным превращением, и они являются вот одни из самых прогрессивных. Они являются относительно, в историческом плане, молодой группой, да, и таким образом... Ну, ровесники динозавров, как я понимаю, в юрский период... Ну, да, конечно, они появились давно, да, но вот их многообразие говорит о том, что это процветающая группа, она находится еще на пике развития. Да, ну, если мы вспомним школьную программу, да, то яйцо, личинка, куколка, взрослая насекомая и маго, что как правильно называется. Почему такая стратегия выгодна? То есть, мне кажется, здесь есть несколько теорий, ну, одна из таких наиболее распространенных, чтобы взрослые, что называется, насекомые и те, которые подрастают, не конкурировали друг с другом за различное пропитание. Соответственно, гусеницы едят одно, бабочки едят другое, поэтому нет конкуренции в этих экологических нишах. Может быть, почему-то еще? Ну, это, пожалуй, такая весьма реалистическая причина, да, это действительно так. Потому что, если мы, например, возьмем кузнечика, у него личинка очень напоминает взрослые насекомые, отличаясь только размерами, отсутствием крыльев и недоразвитыми половыми органами. И они встречаются в одной и той же среде. Вот, как уже было отмечено Алексеем, они действительно начинают конкурировать между собой. А у бабочек очень часто места развития гусеницы не совпадают с местом обитания бабочек. Таким образом, у них исключается конкуренция, да, и, обитая вот в различных средах, они имеют вот различное строение. Если мы посмотрим на гусеницу, как она далеко не напоминает порхающую, легко порхающую бабочку. И вот, чтобы осуществить такую вот сложную перестройку, да, внутренних структур гусеницы в все органы бабочки, необходима дополнительная стадия, и она является, вот она называется куколка, стадия покоя, в которой происходят вот эти вот сложные перестройки. Да, ну, наверное, это самое, в этой фазе, когда животное находится, оно наиболее уязвимо тоже, потому что, ну, никуда не двигается, соответственно. Это да, поэтому они обычно хорошо укрыты, хорошо прячутся, то есть природа все предусмотрела. Вот, для этой цели очень часто гусеницы плетут вокруг себя из шелковинной нити кокон. Кокон является дополнительным укрытием. Но, как правило, стадия куколки располагается где-нибудь либо в почве, в колыбельке, либо под корой, либо в таких каких-то хорошо укрытых местах. Ну да, что ж, у нас пришел вопрос на lr4.lv про миграцию бабочек спрашивают. Вот, слушатель пишет, что есть такие, которые из Мексики летают в Канаду, не знаю, подтвердить или нет. Вот, полет занимает несколько поколений, нам пишут, как они находят дорогу и зачем вообще летают. Так, ну, судя по всему, что была упомянута Мексика и Канада, да, речь идет о бабочке-монархе. Вот, как раз я вот был только что на Тенерифе, на Канарах, и монархи обитают и там, я его и видел, фотографировал. А там они тоже мигрировали? Да, да, да. Они залетают даже в Европу. Имеются регулярные случаи залета в Европу. Но для этой бабочки характерно то, что их образ жизни уподобился жизни перелетным птицам. То есть они зимуют в одном регионе, а размножение осуществляется в другом регионе. То есть таким образом они, у них есть два основных места зимовки. Это Мексика и Калифорния. С наступлением тепла многомиллионные стаи монархов летят через всю Мексику, Соединенные Штаты до Канады, где, подобно нашим всем перелетным птицам, они распространяются. Обьют гнезда, да. Ну, не совсем так. Они откладывают яйца, там осуществляется размножение, да. Какое-то время, пока тепло, они там держатся. А потом с наступлением холодов осуществляется миграция в обратном направлении. В Калифорнию, в Мексику, где бабочки образуют большие скопления. Да, но это, наверное, конечно, всё-таки скорее исключение некоторого в мире насекомых, потому что для них миграция характерна или нет? Ещё очень характерна. У них есть крылья, как раз крылья очень хорошо служат миграцией. Так вот, я хотел немножечко развить свою мысль. И подобный образ жизни имеется также у двух бабочек, которые являются весьма обычными в Латвии. Это адмирал и репеница. У них практически идентичный образ жизни. Адмирал и репеница зимуют в Средиземноморском регионе и Африке, но к нам прилетают каждый год. Прилетают для того, чтобы размножиться. Потом в конце лета бабочки в большом количестве держатся на нашей территории, и с наступлением холодов они также отчаливают в южной стране. То есть, в принципе, здесь возможны две стратегии, если животное обитает в таком северном регионе, как, например, у нас в Балтийских странах. То есть, либо можно впадать в спячку, либо можно покинуть эти места. Либо это посезонно можно эти территории использовать. Как это делают птицы? И это немножечко было неточно сказано, это не занимает несколько поколений. Это осуществляется в течение буквально одного сезона. Весной эти бабочки... То есть, одно животное, собственно, проделывает этот путь? Да, да, конечно, конечно. Не, ну, может быть, оно уже обратно не летит? Оно уже обратно точно не летит. Обратно не летит, да. Они летят только для того, чтобы осуществить яйцекладку. Они откладывают яйца и погибают. Затем развиваются новые бабочки, вылупляются. Какое-то время они держатся, питаются, и потом летят на зимовку. В конце концов, к этим бабочкам относятся наиболее долго живущие виды. Вот очень частый вопрос, сколько же живут бабочки на стадии имагу, то есть во взрослой стадии. В общем, по-разному. Очень по-разному. Это огромный спектр. Самые кроткоживущие бабочки живут от одного дня до несколько. Им этого вполне хватает. Они осуществляют все свои жизненные функции. Среднестатистические бабочки живут примерно 2-3 недели, подавляющее большинство. А вот как раз те бабочки, которые зимуют во взрослой стадии, те, которые путешествуют, их продолжительность жизни во взрослой стадии может достигать чуть меньше года. Примерно 8-10 месяцев. Ну да, то есть, чтобы хватило времени. Большая часть занимает... Все путешествия, да. Нет, большая часть... Путешествия осуществляются, кстати, достаточно быстро. Это буквально 3-4 недели. И они преодолевают расстояние через всю Европу. Если скорость полета бабочки, скажем, такой, ну нет, не самой быстрой, но 20-30-40 километров в час, и они целенаправленно летят в одном направлении, останавливаются только, чтобы питаться. А как они не сбиваются? У них есть какой-то внутренний компас? Так же, как и птицы, да. Это магнитное поле Земли. То есть, они этой технологией тоже овладели. Это вот, кстати, хороший такой интересный пример конвергентной эволюции, наверное, о которой мы у нас в передаче тоже говорили, как совершенно различные, не относящиеся к друг другу виды могут осваивать похожие технологии. Используют одно и то же примерно направление эволюции. Что ж, напоминаю, Николай Савенков, томолог Музея природы у нас в гостях находится. Сейчас мы на небольшую паузу уйдем, после этого попробуем принять ваши звонки. Все важное и новое из мира науки. Программе. Теория всего. Итак, действительно, 6-7-2-2-7-4-4-0. Программа «Теория всего». Говорим с Николаем Савенковым о чешуе крылых. Призываю вас нам звонить. И, собственно, звонки уже имеются. Ну, перед этим, как что-то принять, давайте еще действительно вернемся мы в Латвию. Вот мы уже сказали, сколько всего видов у нас находится, да. С другой стороны, у нас все-таки преобладают какие бабочки, которые мигрируют или которые предпочитают зимовать здесь? Ну, все-таки наши местные оседлые бабочки. Все-таки те, которые привыкли к зимним условиям, что называется. Какое у нас все-таки многообразие этих видов, если подсчитывать, то каких больше групп, каких меньше, какие главные характерные особенности для Латвии? Ну, как правило, людям на глаза попадаются виды, встречающиеся днем. Это то время, когда люди могут наблюдать бабочек, и обычно это делают. Дневных видов у нас примерно 120 видов. И если так вот подсчитать от общего количества, это меньше 5%. То есть подавляющее большинство бабочек – это бабочки, ведущие ночной и сумречный образ жизни. То есть нам невидимы, на самом деле, в основном. Их увидеть можно, но, как правило, эти случаи достаточно случайные. Или вот когда человек, скажем, ночью зажигает свет, многие из этих видов залетают в комнату, да. Но днем они прячутся, они не ведут активный образ жизни, и увидеть их можно только случайно. Вот идем мы по лесу, вдруг взгляд упадет на какой-нибудь ствол дерева, а там сидит ночная бабочка. Такие случаи редки. Да, а питаются они у нас все тоже в основном, как леченые. Если взять питание взрослых бабочек, то здесь, опять-таки, очень широкий спектр. Те бабочки, которые питаются, это значит, что предусматриваются бабочки, которые не питаются. Примерно четверть всех бабочек вообще не... То есть у них слишком короткий жизненный срок, наверное? У них, да, у них, конечно, срок жизни короче, да, но еще на стадии гусеницы были накоплены пищевые запасы. И хотя эти бабочки не обязательно мелкие, они могут быть даже очень крупные, но, как правило, у них толстая брюшка, в котором находится хорошо развитое жировое тело. В ней находятся запасы жира, которые были накоплены на стадии гусеницы, и через стадию куколки бабочка их наследует. И вот эти запасы, как примерно кислород в баллоне у ныряльщика, да, бабочка использует... И вот когда кислород заканчивается, собственно, тогда... Две-три недели им отложено, да. Обычно этого времени вполне хватает. Питаться им не нужно, значит, главное их задание, занятие – это найти себе партнера, спариться, отложить яйца и потом погибнуть. Да, но есть все-таки те, которые питаются. А которые питаются, да. Ну, как правило, большинство из них – это вегетарианцы, которые питаются растительным соком, то есть которые питаются нектаром, да, источником от растений. Ну, и вкусы, опять-таки, очень варьируют, да. Мы можем перечислять целую кучу всяких таких интересных и порой даже не очень приятных специализаций. То есть есть бабочки, которые, в принципе, хватает воды, росы. Есть бабочки, которые питаются вытекающим соком деревьев. Есть бабочки, которые питаются выделением тлей. Есть бабочки, питающиеся мочой, потом, испражнениями животных, вот этой жидкой фракцией и так далее. И все у нас в Латвии представлены. В Латвии все представлены, да. Что ж, очень интересно. А в тропиках даже есть бабочка-вампир, которая способна добывать кровь своим таким коротким, но очень крепким холодком. Ну, вот до этого все должно было дойти, да. Да, в конце концов, да, эти бабочки живут в Индокитае. Что ж, 6722-7440, наденьте наушники, у нас есть звонок. Добрый день. Добрый день, да. Добрый день. Ну, вот, наверное, у вас очень такое интересное хобби. А вот, скажите, вопрос такой. Есть ли, может быть, есть какое-нибудь практическое применение от открытия, там, 2025-го вида бабочек или 2026-го вида бабочек? Спасибо. И да, спасибо вам за ваш вопрос. Но я только хочу сказать, что, ну, все-таки мы специалистами говорим, это не хобби. Вот это у вас может быть хобби, если вы бабочками начнете заниматься. А все-таки это тяжелый научный труд. Нет, ну, я отвечу на вопрос непосредственно. Практического такого значения, такого нет. Благополучие это нам не принесет. Но человек является частью природы. Одно из наших, что называется, значений, наших целей – это сохранение многообразия природы. Потому что в природе все взаимосвязано. Все это образует такую сложную мозаику. Какой вид важнее? Какой вид менее важный? Мы об этом не знаем. И поэтому сохранение любого вида, да, включая вот только недавно открытый, будет иметь свое значение. Если не сейчас, то в будущем. Ну, да, безусловно. Они же, ну, если говорить о тех же насекомых, ну, достаточно сложно представить, какой бы наш мир был без них. Они очень важны для многих пищевых цепей. Это, наверное, для всех. То есть, ну, стабильность экосистемы будет нарушена. Это достаточно очевидно. 6722-7440. И здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, моль. Понятно, что в комнате она питается шерстью, мехом и так далее. А в природе чем она питается? И какие болезни ее преследуют и бабочек в природе? Ага, спасибо. Так, ну, надо сказать, что моль в жилищах человека, та самая моль, да, которая портит наши шерстяные изделия, это явление вторичное. То есть у человека она появилась только непосредственно, да, в последние годы. Ну, последние, скажем, столетия, тысячелетия. А в природе они, у них есть свое место. Где в природе есть шерсть? Пух, перья. Это гнезда птиц, это какие-то норы животных. Вот это их источник. Другое... То есть они не паразитируют непосредственно на самих животных? Нет, 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 они питаются вот как раз этим тем самым шерстью опавшей, пухом, перьями, испражнениями, может быть, костями, если это какой-то хищная птица приносит. То есть такой подобной органики там хватает. Появление этой моли в жилищах человека, порча наших изделий, это вторичное явление. Ну, да, что называется. Многие виды животных как-то учатся, приспосабливаются жить с людьми. Да, да, да. Конечно, наши шкафы являются хорошим складом. Да, удачным местом. Это касается и тараканов, это касается и клопов. Все пришло из природы. Естественно. Там что-то еще про болезни, по-моему, было второе часть вопроса. А, второе. Ну, что касается болезней, да, ну, конечно, насекомые тоже болеют, да, но эта тема, наверное, относительно моли вряд ли так и хорошо излучена. Так, давайте еще один звонок примем. 67227440, напоминаю. И добрый день. Алло. Добрый день. Да, пожалуйста. Добрый день. Извините, пожалуйста, я хочу узнать, что репеница выходит, летит в Африку и обратно, дважды пресекает Европу. И сколько их остается, когда вернутся? Очень мало? Пожалуйста, все. Так, отвечая на вопрос, обратно летят другие бабочки. Те бабочки, которые появились на нашей территории. Бабочки, летящие из... А, правильно, правильно. Да-да-да, это одни и те же бабочки. Конечно, да-да, все правильно, все правильно, да. Эти бабочки, значит, летят в Африку. Конечно, долетают не все, но они там зимуют, так сказать, в более тепличных условиях, и потом они летят обратно и погибают. Все правильно. Да, чтобы так понятно было, это же очень, конечно, поэтичная метафора. То есть, это вот последний путь, он всегда путь домой, что называется, где, откуда ты появился, и там ты должен завершить свое путешествие. Количество бабочек очень большое, конечно, да, но, тем не менее, вид существует уже на протяжении миллионов лет. Да, действительно. Что ж, напоминаю, что Николай Савенков, фантомолог Музея природы у нас в гостях находится. Расскажите, может быть, о том, на что сейчас направлены ваши исследования, да, вот об этом, что в последнее время считаете таким наиболее интересным из открытий, которые были сделаны, и, может быть, о перспективах на будущее. Ну, в последние годы я вовлечен в программу «Мониторинг ночных бабочек». Это программа, которая предусматривает мониторинг среды, то есть, наблюдение за состоянием среды за счет, как индикатором являются бабочки. То есть, мы берем определенные пробы бабочек, и потом уже на основании статистики пойманных видов делаем выводы. Это многолетняя программа, вот она сейчас в этом году только второй год. То есть, они могут сказать нам и о загрязнении, как я понимаю? Количество бабочек, да. Некоторые виды исчезают, другие появляются, и вот эти вот изменения этих цифр будут свидетельствовать о том, что же происходит с нашей природой, да. Ну, и, кроме того, я продолжаю изучать фауну бабочек Латвии, как я уже... То есть, и новые виды тоже ищете? Да, я ищу новые виды. Дело в том, что фауна бабочек, в частности, Латвии, не является чем-то застывшим, да. Человек оказывает очень большое влияние на природу, на внешнюю среду. Климатические условия также меняются, не без помощи человека. И поэтому некоторые виды, которые в Латвии обитали, вдруг исчезают, и в то же время регулярно приходят новые и новые виды. Один из таких ярких примеров последних годов – это небольшая моль, которая живет на конских каштанах. Еще примерно 20 лет назад с каштанами у нас было все в порядке, но в первый раз в 2004 году эта бабочка появилась в Латвии. И теперь наши каштаны потеряли в конце лета свою былую декоративность. Все листья покрыты вот этими повреждениями малюсенькой моли. А это мы как-то завезли или они сами добрались? Они сами распространились. В чем-то человек все-таки не повинен в некоторых изменениях экосистемы, а они происходят, что называется, не только из-за антропоморфных причин. Что ж, я благодарю вас. У нас сегодня в гостях был НТАМОЛ к Музее природы Николай Савенков. Увы, да, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо всем тем, кто принял участие в программе. Я прощаюсь с вами до следующей недели в рамках программы «Теория всего». Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова